Добрый день! Мы продолжаем наш курс по книге в Теозаконе. И мы сейчас находимся в 12 главе, первый стих. Я напомню, что это раздел Реэ. Раздел Реэ – это раздел, с которого начинаются законы страны Израиля. Фактически кончились предисловия, кончились эти перспективы жизни до страны Израиля. И теперь Моисей начинает объяснять конкретно проблемы внутри страны, как нужно строить жизнь в стране. И начинается эта ситуация с той проблемы, которая возникает в стране прежде всего с проблемой места. Текст выглядит у нас так. Первый стих 12 главы книги в Теозаконе. Вот уставы и законы, которые вам бережно исполнять в стране, которые Господь Бог отцов ваших дает вам во все дни, которые вы будете жить на этой земле. То есть вот я начинаю теперь рассказывать вам уставы и законы этой земли. И какой же он начинается, эти уставы и законы, с фразы «Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили своим богам». А что нужно сделать? И оживите, и истоебите. А дальше пятый стих «Но только к тому месту, которое сдаёт Господь, туда идите, и там приносите жертвы». То есть противопоставление, которое у нас есть такое. Самое первое противопоставление, базовая проблема страны Израиля, что в ней есть важные места. И вот эти места нужно уничтожить, а нужно только идти на то место, где Всевышний избрал. И здесь есть два противопоставления. Во-первых, есть много места, где служили народы. Во-вторых, то, что они это выбрали сами. И там дальше в разных вариантах эта фраза упоминается, что места, в которых эти народы выбрали себе для поклонения. А вы идите в одно место, и в этом месте, не просто в место, которое Господь изберёт. То есть вы сами не можете назначить это место, только Бог вам его назначает, и это место одно, в отличие от многих. Надо, прежде всего, сказать, что само понятие священного... То есть здесь первая проблема – это священные места. Надо сказать, что сама проблема священных мест, она очень непростая. С одной стороны, действительно есть места, в которых явно что-то ощущается. Может быть, люди, которые чувствительно к этому ощущают. Но совершенно не случайно мы можем видеть, что разные религии одно и то же место используют для поклонения. Там может быть, например, мечеть, а под ней христианский храм, или под ней индуистский храм, а под христианским храмом древнее какое-то место языческого поклонения. То есть есть определенные места, где люди чувствовали, опять-таки люди чувствительны к этому, ощущали, что в этих местах есть что-то такое особое. Там, на современном языке это называется, может быть, энергетика, хотя слово энергия здесь, конечно, совершенно ни при чем. Но некое такое проявление святости, может быть, даже проявление чего-то, какой-то высшей силы. И вот эти места народы избирали себе для поклонения. Причем сказано, что нужно не просто уничтожить их само служение или их жертвенники. Это дальше все перечислено. В третьем стихе разрушите жертвенники и разбейте их там жертвенные столбы, мацеводские плиты. И рощи их кумирные сожжите. И истребите названия. То есть даже не называйте этим местом. То есть, по сути, речь идет не о том, чтобы уничтожить только сам культ, а чтобы уничтожить сам статус этого места. А надо идти только к месту, которое изберет Господь, и оно должно быть одно. Здесь этот отрывок, который мы сегодня обсудим, это проблема противопоставления естественного и трансцендентного. То есть, есть природа. Природа вокруг нас обладает огромной энергией, огромной жизненной силой. Человеку хочется сливаться с этой природой. Хочется воспринимать из него важнейшие вещи. И это, с одной стороны, совершенно необходимо. Иудаизм вовсе не стремится к разрыву с естественностью. А с другой стороны, это очень опасно. То есть, необходимо как бы сделать некоторое равновесие между тем, что мы воспринимаем что-то важное от природы, и тем, что мы от нее отдалены, что мы не погружаемся в эту природу. Это, кстати, то же самое противопоставление, как между земледельцами и скотоводами. У земледельцев, мы это обсуждали, у земледельцев есть, с одной стороны, они могут дать гораздо больше продуктов, чтобы человечество накормить, а с другой стороны, земледелец преобощен местом. И вот это место для него обретает какую-то особую совершенно важность. Он состоится фанатом этого места. И вообще фанатизм места, это, с одной стороны, это очень важно, что это свое место в мире, а с другой стороны, это очень опасно, потому что это может привести к совершенно непониманию всего остального. То есть, как бы так сказать, патриотизм, он имеет грань, которую легко перейти, ненависти ко всему остальному, и совершенно фанатичному своеточению на своем. И вот очень важно эту грань не перейти, нужно равновесие. С одной стороны, ценить свое место, а с другой стороны, не быть проебощенным этим своим местом. Ценить свою страну и не быть проебощенным своей страной. И мы много обсуждали, что именно для этого еврейский народ сначала был скотоводами, а только потом стал земледельцами. То есть, скотовод, он не проебощен местом. А земледельцы, которые помнят, что они были скотоводами, они будут меньше проебощены. И мы также обсуждали, что именно для этого левиты не должны иметь своей земли. Левиты как представители традиции для народа. То есть, когда они служат в храме, а левиты представители традиции на местах. Очень важно, чтобы они не имели земли. Мы это тоже увидим здесь дальше, что это проявляется. Но весь этот кусок, который мы сегодня осмотрим, это противопоставление связи с естественностью и отдаление от естественности. Вот эта связь с естественностью, она является основой идлопоклонства. То есть, основой идлопоклонства, это не просто, что это какая-то чепуха, которую просто люди себе выдумали. Люди действительно ощущали силу места. Они действительно ощущали вот эту вот энергию или святость, которая в этом месте может быть. И поэтому именно эти места, они выбирали в качестве мест служения. Вообще, что такое идлопоклонство? Это превращение природы своего в божественность. Это, фактически, это обожествление сил природы. Только не простых сил природы, а высших сил природы, ангелов природы. И поэтому место имеет для идлопоклонства огромнейшее совершенно значение. И поэтому эти народы, которых вы изгоняете, они там служили своим божеством. То есть, они ощущали, что это важное место. Например, там под каждым развесистым деревом. То есть, вот эта сила жизни, которая есть от таких развесистых или другой перевод цветов, ну, зеленых деревьев, вечно зеленых, как перевод слова, раанан, или на горах высоких. То есть, что-то, где очень сильное чувство слияния с природой, очень сильное восхищение природой. Вот именно это восхищение природы, его идлопоклонство перерабатывало в свой способ поклонения. И поэтому нужно было уничтожить эти места, как места святости. То есть, не то, что эти места сами по себе, естественно, физически уничтожаются, там горы. И не то, что туда вообще нельзя ходить, когда уже нет там этого поклонства. Все это можно. Но вот это поклонение через места, такой слишком сильный аспект на то, что вот в этом месте что-то такое очень важное, вот это очень плохо. И кроме того, здесь, конечно, места, о них множество. Потому что, если идет о природе, то природа проявляется в разных аспектах. Она проявляется или в горах, или в холмах, или в деревьях. И поэтому разные эти аспекты были разными источниками, ну, разными символами разных идолов, которые, разные аспекты природы воспринимались как проявления разных божеств народами идлопоклонскими. А вы что должны сделать? Вы это должны все истребить, включая название, и только пойти к месту, которое изберет Господь. То есть, если бы мы считали, что вообще не должно быть места, что вообще это глупость, религию связывать с каким-то местом, что Бог, он всюду, что совершенно не нужно специфическое место, что Бог там в душе или что-то такое, то вообще не надо было бы места. Но не так. Место есть. Только место, оно дается трансцендентно. Интересно, что в ходе дальнейшего здесь не сказано, где это будет, это место. Им все сказано, это будет в одном из колен, но не сказано, в каком. И хотя есть некоторые намеки, где это будет, тем не менее, специально до того, как колены расселились, нельзя было им сказать, в каком месте это будет. Но интересно также то, что вот это место, которое сегодня считается самым главным и святым, то есть храмовая гора, нам и рассказывается, что когда Давид пришел эту гору превратить в храм, то Аравна, который был царем Евусеев, он там попашет. То есть для него это не место живоприношения, это не место святости. Он там ничего не чувствовал. Народы, которые были раньше на этой храмовой горе, они ощущали, как обычное место, где можно пахать, выражать, снимать. То есть оно не ощущалось, как место святости. И это очень важно. То, что оно не ощущалось, как место святости, это показывает, что вся святость там извнешняя. То есть она пришла из трансцендентности. Она не возникла в самой природе, в самой имманентности этого места. Она там со стороны. И именно такое место, где святость со стороны, вот оно является связующим между нашим миром и миром выше нас. И миром трансцендентности. Не в самой природе этого места это кроется, а в том, что оно избрано, и что небеса избрали эту точку, чтобы через нее шла в мир вот это откровение с неба. То есть вот эта вот проблема противопоставления с природой, с одной стороны, место должно быть, но с другой стороны, оно должно быть неестественным местом. Теперь, почему место вообще необходимо? Мы знаем, что евреи-диаспоры, даже целое направление, вот, соотникур такое идеологическое, вообще принижать значение места. И говорить там, скажем, у раввинов консервативного направления, которые не были связаны с Голохой, они вообще говорили, что, известно такое выражение, что евреи строят храмы во времени, а не в пространстве. Что наши храмы – это субботы и праздники, а храм в пространстве нам не нужен. Ну, это, конечно, подход. То есть это было и в доксальных хривинах тоже нет в диаспоре. Но это, конечно, просто из-за того, что нет этого места, приходится сказать, что оно не нужно, иначе как-то трудно жить. Если ты чего-то не можешь достичь, то тебе психологически легче занять позицию, что хорошо у меня этого нет, на самом деле оно мне это не нужно, и, в общем, это лишние вещи, и поэтому я ничем не обделен. Но нам понятно, что так же как во времени есть особое время, так и в пространстве есть особое место. Потому что все параметры жизни, во всех них, божественность где-то в чем-то проявляется сильнее, чем в других параметрах. Например, скажем, и изучение коры, это вещь, которая связывает человека с Богом, но и изучение математики может связывать человека с Богом, и изучение природы. И искусство. И тем не менее, нам понятно, что второе это более сконцентрировано. Хотя, конечно, Бог есть и в науке, и в искусстве, и во всем. И так же во времени. Есть субботы и праздники, когда появление Всевышнего более сильное. Хотя, конечно, в любое время Бог есть. рядом с нами. Но так же и с местом. Бог находится всюду, присутствует всюду, конечно, присутствует всюду. Но есть особое место, где это более сильно. И более сильно присутствует... Эта сама фраза нам немножко коробит. Что же более сильно присутствует? Вообще Бог присутствует в мире. И поэтому правильно будет сказать, не то, что Бог более сильно присутствует в этом месте, хотя это называется шхена, место пребывания. Но правильно будет сказать, что Бог наиболее сильно проявляется из этого места. Вот проявление Всевышнего, оно разное. То есть присутствие Бога в мире, оно всюду есть. А вот проявляется это присутствие совершенно на разном уровне, в разных местах. И поэтому Храмовая гора, это такое место, где проявление Всевышнего наиболее сильное. Но опять-таки, это не потому, что само место такое, а потому, что оно избирается свыше, само по себе место, ничем особенным таким не обладает. И вот это вот противопоставление между природностью и специфическим, как бы трансцендентным подходом, оно дальше у нас здесь будет во всем этом отрывке, потому что вся его тема, это то, чтобы вы не пошли за теми народами, которых вы завоевываете. То есть, сначала мы обсуждали, ранее мы обсуждали физическое завоевание, что там проблемы, вы, может быть, боитесь, они должны бояться, это было раньше. Теперь уже совсем не про это, не про физическое завоевание, а про культурно-духовное завоевание. Потому что бывает такая ситуация, что физическое завоевание, вы-то завоевали, но психологически вы привлечены тем, что здесь было раньше, той культурой, которая была. Потому что, если эти места, в которых народы служили своим божеством, то ты, наверное, скажешь, ну, слушай, это какие-то важные места, давай я тоже там буду служить. И дальше это более-чего подъемно объясняется, что именно такая твоя идея может быть. Что, ну, мы победили, это хорошо, но культуру уже нужно воспринять, их идеи нужно воспринять, если они здесь, как бы, день и место, да, так-то такой. Что если они здесь жили много времени, то они, наверное, чувствовали эту страну, поэтому давайте пойдем за их чувством, и дальше объясняется, почему это не должно быть так. Окей, вернемся мы теперь к тексту. Значит, как построен у нас текст? Начинается первый стих, что вот, что вот, уставы и законы, которые вы должны быть в состоянии, какой же первый устав и закон, уничтожить те места, где поклонялись идолам, и дальше такая фраза, не делайте ничего подобного по отношению Господу Богу вашему. То есть, в отношении Всевышнего ничего такого не делайте. И здесь есть проблема, как нам толковать этот стих, потому что, может быть, два варианта. Это четвертый стих двенадцатой главы книги Второзакония. То есть, с одной стороны, первый вариант, что не делайте ничего подобного в смысле не разрушайте, а другое, не делайте ничего подобного, не выбирайте места. И оба эти смысла здесь есть. То есть, с одной стороны, нельзя разрушать ничего, относящегося к служению Всевышнему, и да, нужно разрушить все, что относится к иглопоклонству. С другой стороны, нельзя во многих местах заниматься принесением жертв, как этим занимались иглопоклонники. Оба эти смысла здесь есть. И, кроме того, как бы, по самому прямому смыслу, не уничтожайте места. Вот то место, которое изберет Всевышний, вот его нужно оберегать и не уничтожать. Не отдавать его, следить за ним, в отличие от тех мест, которые нужно уничтожить, которые были иглопоклонскими. Теперь дальше шестой стих говорит, принесите туда всесожжение вашей жертвы. То есть, там, вы должны свою религиозную службу, свою связь с Богом сосредоточить в этом месте. И как же вы должны ее там реализовать? седьмой стих и ешьте это там и радуйтесь вы и семейство ваше, всякому произведению рук ваших. То есть, суть служения Всевышнему, как здесь описано она нам, не состоит в отказе от естественной жизни, от еды, от радости и от семейной жизни. Наоборот, вы должны отшлять свою радость и радоваться есть вкусную еду, вы и ваше семейство и радоваться тому, что вы сделали поединению ваших рук, потому что этим тебя Господь благословил. Ты должен ощущать, что все, что у тебя есть, это благословение и поэтому это и есть суть служения. То есть, в чем состоит здесь суть служения Всевышнему? Она состоит не в том, что ты там приносишь жертвоприношение и всесожжение. Ты должен, конечно, это сделать, но суть состоит не в этом. Суть служения Всевышнему состоит в том, что ты радуешься всему, что у тебя есть, радуешься, веселишься, ешь и пьешь, потому что это благословил тебя Господь. То есть, суть служения состоит не в отрыве от естественной жизни, а в том, чтобы соотнести свою естественную жизнь, как подарок Всевышнему, как то, что тебе дано от Всевышнего. Вот такое ощущение жизни, это и есть главная суть служения, как это здесь нам представлено. Пошли дальше. Вопросы? Нету. Дальше идем. Теперь дальше нам более подробно. Вот эта тема, которая здесь, которая в этом первом отрывке указана, она дальше раскрывается более подробно в нескольких направлениях. Первый раскрытие, это 8 стих 12 главы, не должны вы поступать так, как мы делаем здесь ныне, каждое то, что ему кажется правильным, потому что вы еще не дошли до места покоя, которое Бог дает тебе, а когда вы перейдете через Иордан и поселитесь, и даст Бог вам спокойствие от всех окружающих врагов, и будете жить безопасно, вот тогда на то место, которое дает Господь, вот туда приносите все, что я заповедую вам, и там веселитесь, вы и дети ваши, и радуйтесь тому, что у вас есть. То есть, как здесь указано, прежде всего, очень странная формулировка, 8 стих 12 главы, не должны вы поступать так, как мы делаем здесь ныне каждый, что ему кажется правильным, а что нужно, пойти вот в это центральное место. Это немножко странно. Что значит, что мы здесь делаем ныне каждый, что ему кажется правильным. Где мы вообще, где мы видим в пустыне, что они действуют, как кому кажется правильным. Казалось бы, пустыня это место очень, когда евреи ходившие в пустыне 40 лет, это очень централизованная вещь. Есть в центре, есть скиния, ни шага там в сторону, ни направо, ни налево, куда сказали, туда движешься. Значит, каждый, как ему кажется правильным. И комментарий однако объясняет, что это уже ситуация частичного захвата страны. То есть, по слову Калена, Рауэна и Гада уже обосновались, то в это время стали разрешены жертвоприношения на высоту. И это такое вообще важное место, такой аспект иудаизма, очень-очень сложное и проблематичное, которое называется жертвоприношение на высотах. Мы только что прочитали выше, что это ровно то, что делать не надо. Что не надо поклоняться на разных высотах или под каждым правительственным геевом, а что нужно только идти к месту, которое сберет Господь. Только что в пятом стихе мы прочитали. Но дальше, то есть, это общая стратегия. Стратегия не должно быть высот, бомот, как это называлось, то есть, у каждого своя бомот, в смысле, жертвенник на высоте, как бы на возвышении. И мы, эти жертвенники на возвышении в огромном количестве видим в еврейской традиции, которые, как бы, запрещены. Ну, вот, например, когда Монох, самый такой известный простотый, вот, очень яркий, Монох, это отец Шемшона, Самсона. Приходит к нему там ангел, думает, что это человек, но что же он ему, собственно, предлагает, вот, давай же жертву принесем. И ангел там с ним обсуждает, там, хочет ли он есть, или он там, еда ему не нужна, но никакого нет возражения со стороны ангела тому, что Монох приносит жертву на высотах, то есть, мысли, около дома, и где же здесь централизация жертвоприношений, которая, вот, прям прямым керстом прописана у нас здесь в Евтейозаконе. Ответ стоит в том, что первый отрывок, это отрывок стратегический, а вот второй отрывок, начиная с восьмого до четырнадцатого стиха, это тактический отрывок. То есть, как это, как эту сцепедию, эту идею воплотить в реальности. И здесь немножко не так уже сказано. А именно, что когда будет у вас спокой, то есть, когда вы достигнете спокойствия от всех окружающих вас на родах, вы будете жить безопасно, вот только тогда на то место, которое издает Господь, вот там туда идите. А до этого, а до этого, что вы не должны поступать так, как мы делаем здесь ныне, каждый, что ему кажется правильным, или более точно, что каждый делает такое же, поскольку это все в аспекте жертвоприношения, это не то, что каждый считает правильным в смысле устройства жизни, а именно в аспекте жертв Всевышнему. То есть, не должны мы делать так, что каждый, где ему кажется правильным, или как ему кажется правильным, вот он строит себе эту бома. И мы сказали, что уже до перехода через орган колено Роуэн и Гада получили свою землю и уже начали же это приношение на высотах. То есть, хотя еще есть центром является Скиния, но поскольку уже происходит освоение страны, то происходит приношение на высотах. И дальше они продолжаются всю эпоху судей. И именно к эпохе судей относится рождение Шимшона, Самсона, который мы сказали, вот его отец Манов приносит жертву. И общий принцип такой, что когда есть место покоя, то есть, когда есть спокойствие от всех окружающих народов, и когда все живут безопасно, вот тогда нужно строить храм. То есть, здесь совершенно прямо указано, что централизация службы, как называется, Ихуда Пульхан, то есть, централизация жертвоприношения и служения Всевышнему, она может быть существована только тогда, когда есть безопасность и находится в спокойной ситуации от всех народов. Потому что пока что вы еще не вошли в место покоя. И даже когда перейдете через Иордан, это тоже будет не сразу. И вот ко всему этому не сразу и относится, как мы делаем здесь ныне. То есть, уже начали делать джай Иорданом и продолжим делать и после перехода Иордан, потому что пока что еще не вошли в место покоя в удел, которые Господь Бог дает тебе. То есть, Бог дает тебе, это не только то, что ты уже воевал территорию какую-то уже, а то, что Он тебе дал, уже окончательно дал, то есть, дал спокойствие и надежную жизнь. Вот только тогда ты уже не имеешь права делать приношение на высотах. Значит, таким образом получается, что до храма Соломона ситуация позволяла жить приношение на высотах. Опять-таки, когда там была, скажем, стене в шелло, то это тоже не позволялось, просто чтобы, хотя это, опять-таки, место покоя там по-разному тряктуется, но общая установка здесь, не входя в исторический анализ, что только когда уже все нормально и тогда храм построен, вот только тогда бомот запрещены. А до этого все переходный период. Хотя исторически, конечно, шло, уже это была централизация, но когда история про шелло, мы видим в эпоху судей два разных совершенно человека. Монох ведет себя одним образом, скажем, у него есть жертвенник около дома, а вот Элькана, отец Шмуэля, он иначе себя ведет, он именно поет в шело, он не стероид жертвенник у себя. То есть, иными словами, в эпоху судей мы наблюдаем, или, может, хотя шелло был, мы наблюдаем разное поведение в различных еврейских группах. Понятно, что противопоставление в единство, оно здесь противопоставляется именно, что если Всевышний Един, должно быть единое место, в котором происходит служба Всевышнему, и оно является таким же центром. Но вот это, но смысл здесь не просто в единстве, а в том, чтобы это было центром всех устремлений, чтобы можно было там сосредоточить различные аспекты, чтобы эти аспекты единство заключается не в том, что просто место одно, а именно в том, что место всех объединяет, что самые разные подходы, разные колены, разные части еврейского народа могут сконцентрироваться в этом месте. И вот эта концентрация на едином месте может быть достигнута только тогда, когда внешние проблемы решены, и тогда можно заняться внутренними проблемами и действительно достичь единства. Пока внешние проблемы не решены, достичь внутреннего единства, которое позволит строить храм невозможно. И это не потому, что вообще нельзя вместе что-то делать, может быть, даже наоборот. Можно сказать, что наличие внешних проблем коррелирует с разными внутренними проблемами, которые не дают достичь единства. Но общая идея здесь такая, что вот это единство должно быть в разнообразии. Единство в разнообразии может быть только тогда сделано, когда внешняя проблема решена. Пока внешние проблемы есть, происходит воспитание, подготовка некоторая. А вот когда уже проблемы внешние решены, вот тогда действительно может быть единство. И здесь, конечно, ответ на вопрос о том, почему, скажем, сегодня не может быть построен храм. Очевидно, он не может быть построен, потому что мы еще не живем в безопасности. Поэтому напрямик из тары катагетства у вас еще нет, где же у вас еврейское государство, потому что у вас нет храма. Конечно, нет храма, потому что мы еще просто не достигли этого момента. Мы находимся ровно в процессе войны за завоевание страны Израиля. Мы еще не дошли до места покоя, в смысле до безопасности. Поэтому пока что мы воюем за само физическое выживание нас из развития страны, у нас нет обязанности построить храм или все это сделать в одном месте. Это будет только потом. Мы должны к этому готовиться, конечно, но совершенно естественно, что просто здесь написано, что невозможно даже построить, пока не достигнута безопасности окружающих. Как нам дальше представлено, как нам Тара представляет дальше, что там будет в этом месте. Сказано, что туда приносите все, что я в заповеде, все сожжения и жертвы и десятины и возношения и в смысле Теумот и Маосеот, хотя сейчас которая в храм должна быть внесена, естественно, не только, что... Правильно сказать, что здесь возношение Теумот, а не Маосеот. И то, что вы по обету вашему, то, что вы обещали Господу, все это вы должны прийти туда и там вы должны веселиться, то есть радоваться. Ты и левит, который во вратах ваших, ибо нет ему участка и удела с вами. То есть, поскольку вы приносите то, что сделали руки ваши, ваши достижения, а у левитов вы должны... которого нет участка, и поэтому он не может прийти свои достижения. Поэтому должно присоединиться к себе, поскольку через левитов собственно есть связь со всеми истинами. И дальше 13 стих еще раз это подчеркивает этот аспект. А стеиграйся, не приноси все сражения твоего всяком месте, которое ты увидишь. Это нам опять возвращает общая концепция этого места, что народы здесь, второй стих, что народы они служили божеством, а вот ты, 13 стих, стеиграйся, не приноси место, которое ты увидишь, а только в том месте, которое сберет господ. Вот туда приноси, и там только делай то, что заповедует тебе. То есть в ситуации, когда вы... опять продолжается, перемежается стратегическая система с тактической. Стратегическое все должно быть централизовано. Стратегическое нельзя требовать полной централизации, пока у тебя нет спокойствия. Но стремиться к этому, конечно, нужно к этой централизации. После этого нам сказано о том, что можно теперь есть мясо, которое является хулин, то есть не святое. Вначале евреи не могли есть то мясо, которое не святое. Можно было есть только жертвоприношение. То есть, чтобы человек, который хотел есть мясо, он должен был это сделать как жертвоприношение, которое называется шламим, нежные жертвы, и сам принести кусочек на жертвенник, заезать его в качестве жертвоприношения, и сам он его ел. Ну, как сегодня, не сегодня, а как главный пример этого пасхальной барашек, который человек ест. Но это было только как бы пасхальный главный пример этого, но и все прочие случаи, когда человек хотел есть мясо, он должен был его есть как жертвоприношение, как шламим, как бы отмечая, что вообще есть мясо, то есть, отметить какую-то важную празднование строки. Но теперь уже ситуация другая, и она сначала опять описывается нам с одной стороны, а потом немножко с другой стороны раскрывается. С 15 по 19 стих это один аспект, а с 20 стих стиха другой аспект. И 20 стих нам это говорит более четко, он говорит, когда я сширю, 20 стих у нас 12 главы книги Второй законе. Когда я сширю, Господь, Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, то есть, нам обещано позитивно, что мы должны селиться по всей стране Израиля и сшириться, и вот тогда ты скажешь, поел бы я мясо, потому что душа твоя возжелает мясо, и здесь это указано как позитивная вещь, желание есть мясо, здесь никак это не только не осуждается, но оборот, это как бы желание съесть все, что можно съесть в окружающем мире, и тогда сухоугодной душе твоей ешь мясо, это все правильно, но но дальше если далеко будет, то у тебя есть возможность зарезать его не как жертвоприношение, именно потому что оно расширилось. Мы скажем, что здесь два отрывка об этом, где, во-первых, начинается с 15 стиха, то, что я сейчас начитываю, это 20 стих. Так вот, 15 стих, они дают нам несколько разные перспективы одной и того же истории. Значит, что, при этом сколько угодно ешь душе твоей, во всех ротах твоих ты можешь зарезать и есть мясо, сколько при этом это соотношение к предыдущему. Что у нас было здесь в предыдущем? В предыдущем нам было сказано, на чем закончилось наше обсуждение в предыдущем стихе, в предыдущем отрывке, оно было сказано, что 13 стих остерегайся просить приношение о всяком месте, а куда, только куда изберешь Господь, только туда иди просить всесожжение. Но при этом мясо ты есть можешь. То есть весь отрывок, как я уже сказал, здесь он на такой дихотомии. С одной стороны это связано с природой, с одной стороны ты можешь есть вкусную еду, и можешь есть мясо, и в общем все, что тебе разрешено, ты можешь поедать из окружающего мира, воспринимать себя. А с другой стороны то, что должно быть святостью, оно должно быть сделано только в определенном месте. И поэтому 15 стих говорит, сколько угодно можешь резать в вратах своих, в вратах, в смысле, не только там, где храм, а в любом месте. Резать есть мясо, при этом чистые и нечистые могут его есть, как едят газель и оленя, это все 15 стих. То есть чистые и нечистые в том смысле, что в храме могли бы есть только чистые. Нечистые не мог есть жертвоприношение. Нечистые, в смысле, ритуальные нечистоты, туман. И как едят газель и оленя, газель и олень это не домашние животные, а на жертвенних возносили только домашних животных. То есть связь с Богом делается только через мир человека, то, что у него прирученные животные. А дикие животные, которых можно тоже поймать и съесть, они не входят в то, что возносится на жертвенник. Здесь опять это же та же самая гихотомия, которая линия всех этих отрывов, всего этого куска. Что есть вещь природы. Из природы ты можешь это тоже взять, но не возноси эту природу на жертвенник. На жертвенник возноси только ту природу, которую ты освоил. Вот домашние животные, это та часть природы, которая твоя. А дикие животные, ты хоть их и поймал, и в общем тоже можешь съесть, но на жертвенник не возноси, потому что ты не владеешь этим, это как бы только кусочек. Вот здесь не входи в природу слишком сильно, не считаешь, что, так сказать, лес и поле, что они прямо твои, только то, что твоя дома животных их может приносить. Вот. И подчеркивается дальше много раз в разных аспектах, что нельзя есть кровь. В 16 стих только крови не ешьте, на землю ее выливаете, в смысле что такое крови не ешьте? Здесь речь идет о крови не жертв. Мы помним, что что касается крови жертв, то там все равно иначе с ней надо поступить. Кровь жертв, она возносится на жертвенника. То есть, когда животное возносится на жертвенник, то его кровь тоже возносится на жертвенник. А вот с животными не святыми, так как, да, хулин, то, что называется, как бы то, что не связано с жертвенником, их возвышение, их использование человеком заключается в том, что он их ест. И поэтому есть ли их можно. И это как бы то, что дальше еврейская традиция говорит, что стол как жертвенник. То есть, то, что ты их ешь, ты их тоже возносишь, эти некие виды возношения. Но, вот при таком возношении ты не должен ни в коем случае есть крови. И более того, тогда ничего с ней не делая, никаких с ней обрядов, выливая ее просто как воду. то есть, приведи очень четкую грань между тем, что ты возносишь природные вещи, или то, что у тебя во вратах твоих, как и я в газели оленя, ты можешь их есть, или во вратах твоих, они в храме, там ты можешь есть, но ты не можешь это считать святостью. Это имеет к святости, к возвышению, но не полно. Поэтому может есть чистый и нечистый, и кровь ни в коем случае нельзя никак там использовать. При этом если уж ты хочешь святости в 17 этих, то тогда ни в коем случае нельзя во вратах, потому что Десятина и первенцы и все обеты твои, и дары твои возношения в смысле ты ума, все это можно делать, это не зябовая атака в 17 этих, но только туда, где Бог выбрал. Вот на это место ты туда прийди и там это сделай. Ты и левит, который вы отставите, и радуйся опять-таки по зрению своих рук и остерегайся и не оставляй левита. Потому что опять-таки здесь немножко другой аспект. Перед этим почему у нас было с левитом до этого? У нас была такая картина. Значит, там у нас двенадцатый стих была и веселитесь вы и левит, который так и был нет у него участка и удела с вами. Это был двенадцатый стих. А когда левит вспомнил в восемнадцатом стихе, здесь другая картина. Не оставляй левита во все дни твои на земле твоей. То есть здесь левита нельзя оставлять не потому, что у него нет, то есть тогда было потому, что у него нет земли, поэтому он не может ничего своего принести, ты ему дай от тебя. А теперь здесь другая ситуация, что левит это и есть тот, кто тебя связывает с храмом, и поэтому то, что ты живешь на своей земле, вот это левит тебе и обеспечивает. То есть если в начале отношения к левиту оно такое как к бедному, ему нечего принести, ты ему помоги, то здесь другое, что не оставляй левита, потому что вот эта связь твоя с землей, она происходит благодаря этому левиту. То есть ты ему даешь не потому, что он бедный, а потому, что просто иначе ты потеряешь на самом деле этот свой статус и связь с землей. Это как бы философский смысл. Но логически голаха, кстати, сводит иначе. Она говорит, что не оставляй левит во все дни твои на земле твоей, то есть пока ты живешь на земле своей, давай левиту особое возношение, там, десятины. А когда ты в диаспоре, то левит как любой бедный, в смысле галактической части, да, или сегодня. Нужно ли отдавать левиту десятину? Нет, не нужно, потому что мы живем иначе, у нас мы не живем сельским хозяйством и вообще все в этом смысле поменялось и у нас нету отделения страны по коленам и поэтому нельзя сказать, что левиты обделены и с практической точки зрения нету левита сегодня десятины. Но здесь другой аспект, что сначала было, что левит бедный, поэтому ему нужно отдать, а здесь сама твоя связь со страной, она благодаря левиту, поэтому будь ему благодарен за то, что он тебя, за то, что у тебя есть страна. И дальше мы переходим к тому, что когда Господь тебя расширит, то тогда, это уже двадцатый двадцать первых и ты скажешь, поел бы я мясо, потому что твоя душа пожинает мясо, и опять это здесь как положительный, да, здесь вначале сколько угодно душе твоей ты можешь, а здесь это подчеркивается, что твоя душа пожелает мясо, и опять-таки это рассматривается как положительное, то есть страсть к удовлетворению своих потребностей и к тому, чтобы не просто жить, а жить хорошо, это здесь очень легитимизируется. Так вот, при этом, что если далеко будет от тебя место, которое сберет Господь, вот тогда зарежь и ешь в вратах своих. То есть, поскольку от тебя это место далеко, то ты можешь есть во вратах. И здесь очень четко слышно, что в общем-то это не идеально. То есть, это просто потому, что далеко идти, но если бы ты мог дойти, то, конечно, нужно было бы есть в храме. То есть, здесь я как-то сказал уже с противопоставления. С одной стороны, расширение это вещь положительная. И возможность воспринять то, что природное, как газели и оленя, которые не домашние животные, это тоже положительное. И вот этим именно газели и оленя уподобляется хулина, то есть, то мясо, которое не женственное. И поэтому это все можно, это позитивно, но все-таки при этом на самом деле это не идеал. Можно, но не идеально. Вот идеально, чтобы всюду на самом деле ты мог принести, пройти в храм и есть там в качестве жизненного приношения. То есть, ты должен, с одной стороны, у тебя есть разрешение на то, что ты ешь мясо всюду, а с другой стороны, ты не должен это идеализировать, нужно понимать, что это разрешение только потому, что мы не можем достигнуть идеала. А идеал, это, конечно, есть мясо только в качестве жизненного приношения, а не просто так. Только потому, что оно далеко. То есть, стремление к мясу объявлено положительным и разрешено есть мясо не в качестве жизненного приношения, но это не идеал, а идеал, это то стремление к мясу, которое у тебя есть, превратить в жизненного приношения. То есть в некотором смысле ты расширяешься и отдаляешься от храма, но на самом деле твоя цель это все привести в храм, как бы осветить и принести святость во всем, где ты находишься. Поэтому если сможет быть так, чтобы это будет недалеко, то есть и мы уже опять осмотрели ситуацию, когда уже все, есть покой от всех врагов и есть спокойствие, то тем не менее, значит, вот тогда желательно, что уж если хочешь мяса, то уж иди в храм и там его принеси. Я думаю, что слово далеко надо толковать, конечно, не по расстоянию, а по времени. То есть далеко в смысле ты не можешь доехать так, чтобы принести мясо с жертвоприношения или собраться. Но поскольку у нас расстояние сокращается благодаря технологии, то я думаю, что, вообще не думаю, что в третьем храме будут доехать в храме, но в принципе, если они будут, то, наверное, надо будет уже считать, что всюду в стране Израиля недалеко. Сел на вертолет и через там полчаса долетел. Вот. И поэтому там надо будет только есть мясо. Вот. Но при этом, опять-таки, вот это вот твое стремление к тому, что все было в храме, и ты должен ощущать вот это то, что ты приносишь, то, что ты ешь мясо, что это не идеал, а идеал в храме. Но при этом строго остерегайся, 23 стих, строго остерегайся, не есть кровь, потому что кровь – это душа, и не ешь ее, и на землю выливай, чтобы хорошо было тебе и детям. То есть подчеркнуто необычайно сильно, что кровь ни в коем случае нельзя есть. Почему это так сильно подчеркивается? И вот прямо строго старайся, себя, и они. Из этого мы видим, что это было огромной страстью. То есть, действительно, кровь обладает совершенно огромной, как бы, опять не хочу сказать слово энергией, но вот таким вот чувством этой силы, что через кровь происходит связь, и поэтому у тебя может возникнуть очень сильное желание в отношении крови. И вот здесь очень нужно твердо очень остерегаться, чтобы ни в коем случае эту кровь не взять. То есть на жертвенник ее можно и даже нужно кровить жертвенник кровью, но ни в коем случае не есть самому. То есть вот душа, она поедет всевышнему. Ты ешь мясо, потому что через это ты продвигаешься, через это ты можешь действовать. А вот души, это все связь со всевышним, не пытайся на это, как бы, наложить свою руку, и это ни в коем случае не бери. Значит, опять, почерчу святыни, вот это приноси на то место, то есть там есть можешь, а святыни приноси только в центральное место. И вот только если ты будешь так делать, вот тогда, скажет 28 стих, тогда у тебя вот ты сможешь нормально жить, ты и дети твои, в своей стране. И завершается это тем, что вот когда, 29 стих, что когда истребит Господь твой все народы, которые ты идешь завоевать и изгнать, и ты поселишься в их земле, и тут нам сказано, что же, 30 стих, то остерегайся, чтобы ты не попал в сети, следуя им даже и после их истребления. То есть ты победил физически, у тебя, не думай, что физическая победа это завершение, у тебя еще предстоит культурно-духовная победа, потому что ты скажешь, ты можешь сказать, как служили эти народы, так и я буду служить. Так вот в этот момент ты должен остановиться и не делать так. Не делайте так Господу, Богу твоему, потому что эти народы служили неправильно. Они делали то, что Господь гнушается, 31 стих, и то, что Он ненавидит, и сыновей и дочерей они сжигали своим божеством. И поэтому то, что они, вот это как бы места они знали, они знали, как служить в этой местности, они понимали душу этого места, вот ничего подобного. Очень остерегайся, что ты так не сказал. А что надо сказать? А вот то, что я заповедую вам, вот ту часть, вот это бережно справляйте, но не прибавляйте к этому и не убавляйте от этого. То есть я вам объяснил, как нужно служить Всевышнему, в смысле связи с местом. Тоже есть связь с местом, только оно одно, и оно особое. И вот к этому нельзя прибавлять и убавлять. И отметим, наконец, что здесь начинается 13 глава, то есть по европейскому разделению на главы это новая глава. А вот по еврейскому, то есть как будто бы это начинается новая тема, но по еврейскому разделению это не так. По еврейскому разделению это первое из тех относится к предыдущей главе. Что вот именно вот это то, что я вам сказал, то есть берите часть от природы, но не пообощайтесь ею. Ешьте мясо, но не пытайтесь сказать, что это и есть служение Всевышнему. То есть не абсолютизируйте это служение Всевышнему, оно тоже служение, но не абсолютизируйте и крови не ешьте. Кровь здесь не используйте, как тем более ритуально. И место должно быть только одно, и место должно быть такое, которое Бог издает. И вот все, что все вот это, то есть нужно и взять часть от природы, и не поработиться природой. И вот именно для этого скажешь, не прибавляй и не убавляй, чтобы ты от природы мог взять, но ею не поработиться. Ну вот это то, что мы хотели забрать с вами сегодня. Вопросы? Да, Пенхаз, вы чуть раньше сказали, что понятие десятина, оно относится только с то, что связано с сельскохозяйством. Да, конечно. То есть... То есть... Нет, нет, нет. Есть десятина обязательная. Значит, понятие десятины, обязательно десятину отделять, масс-эр, от сельского хозяйства. Есть также принцип, что желательно или правильно отделять десятину от зообородных денег вообще. Но это уже даже не постановление мудайцов, это как бы правильные обычаи по жизни. Но десятина, которая в таре, она, конечно, только от урожая сельского хозяйства. Не от деньгах, а только от урожая, да? В таре, заповедь тары, это отделять десятину от сельского хозяйства. Таре не осматривает никакую другую десятину. А уже мудрецы установили обычаи, даже нельзя сказать, что это заповедь мудрецов. Это правильный обычаи, правильное поведение отделять от всех своих доходов. Но это никак не является заповедью тары. Таре вообще осматривает, что человек свою экономику строит на сельском хозяйстве. Таре не осматривает другую экономику. Понял, спасибо. Вопрос можно задать, что вызвало левитов в египетском рабстве? Что-что? Что вызвало левитов в египетском рабстве? Они остались в гошине, они не растворились, не стали рабами. Секунду. Итак, что касается египетского рабства, то Таран не упоминает нам о чем-то особом положении каких-то колен в египетском рабстве. Из косвенных источников мы можем считать, что целых три колена левита с одной стороны, а также сыновья Иосифа, Эфраем и Минаше, что они не были в таком уж рабстве, или уж по крайней мере, что они... То есть там были все рабы фараона в некотором смысле, но что они не были там, не работали на земле, скажем, что они не были прообещены рабской работой. С Тайфраем и Минаше, как сыновья потомки премьер-министра, имели, ну, такую свободу от работы, и, скажем, Тайфраем был бы начальником, нам говорит Митриаш. А когда Моисей и Арон приходят к фараону, то никто не удивляется. Или, например, когда дочь фараона, когда она Моисей вытаскивает из Нила, то сестра Моисея, Мирьяма, разговаривает с дочерью фараона, никто не удивляется. То есть их положение такое, явно, что это не совсем простое. Но в деталях нам Тара это никак не говорит. Мидиаш говорит, что эллидиты, может быть, не были в рабстве. Но это Мидиаш. Тара только, может быть, намекает на это, но прямо об этом не говорит. Спасибо. Окей. Так, все, вопросы нам кончились у нас. Тогда, все, большое спасибо. И на этом мы закончили сегодняшнюю лекцию. На следующей неделе у нас нет занятия. Занятия через две недели. В Йомр-Ви, в следующие две недели, в шесть часов по израильскому времени. Спасибо. Все, спасибо вам. Спасибо.